Осуществление плана реконструкции здания спортивного комплекса это результат тесного взаимодействия местных органов власти и Министерства обороны Республики Беларусь. Общими усилиями удалось усовершенствовать строение, тем самым подарив возможность молодым военнослужащим заниматься в комфортных условиях. Открытие спортивного зала, соответствующего международным стандартам, событие значимое, как для 38-й отдельной гвардейской мобильной бригады, так для Бреста и в целом для вооруженных сил страны. Этот факт отметил в своем обращении к военнослужащим и гостям церемонии министр обороны Андрей Равков. Поблагодарив за содействие представителей вертикали власти и всех, кто принимал непосредственное участие в осуществлении реконструкции, министр вручил памятные подарки. Кульминацией церемонии открытия стало традиционное перерезание красной ленточки. Для солдата, прежде всего, сегодня, особенно для сил специального назначения, прежде всего должна быть сила, выносливость, сноровка. И вот эти качества, их можно приобрести, понятно, и на свежем воздухе, но вместе с тем, имея такие прекрасные тренажерные залы, большой зал, в любых погодных условиях, которые не влияют на это, можно круглогодично готовиться. Что для нас, для города, это очень важно. Многие же после ухода из вооруженных сил, они будут работать в народном хозяйстве. И нам нужны здоровые, крепкие люди. Заниматься спортом, оттачивать физическую подготовку, ставить личные рекорды. И здесь все способствует этому. В объекте сохранена концепция, заложенная еще конструкторами здания. Что касается инноваций, спортивный зал обладает современной системой освещения, отопления и кондиционирования. В комплексе оборудованы площадки для занятий гандболом, минифутболом, волейболом, баскетболом и большим теннисом. В зале два современных тренажерных зала, оснащенных новейшим инвентарем. Спортивный комплекс может принять в своих стенах ни много ни мало 100 военнослужащих одновременно. Ухранена уникальность этого здания. Но самое главное, конечно, это его предназначение. А предназначение очень просто. Для того, чтобы защищать родину, нужно иметь ряд качеств. Патриотизм, воля, решительность, знания, интеллект и все остальное. Но такими основными составляющими, конечно, имеется в виду, я имею в виду, это сила духа и сила тела. И вот этот комплекс позволит это все тренировать. Как и военнослужащих вооруженных сил, так и мальчишек, девчонок, которые в будущем потенциально тоже будут защитниками Отечества и выполнять свои задачи. Работа над объектом потребовала немало денежных вложений. На ремонт здания было затрачено 14 миллиардов белорусских рублей. Не оспорим тот факт, что дело, в которое вложены силы и средства, того стоит. А результатом, подтверждающим это, станут здоровые физически подготовленные солдаты, сильные и мужественные защитники Отечества. Продолжение следует...